Ну что, друзья, вот и наступил час икс. Накануне началось голосование по выборам депутатов Государственной Думы. В ряде регионов избирают также губернаторов и депутатов местных ЗАГСобраний. И знаете, что меня печалит? Что надежды на перемены нет от слова «вообще». Власть сделала все, чтобы с концами подорвать доверие граждан к процедуре голосования. И это показывают в том числе наши отчеты. Ну вот, например, в ЦИОМ опубликовал результаты какого-то там опросика. Еще полторы недели назад и в этих бумажках уже проставлены конкретные цифры. Ядро набирает от 42 до 45 процентов. На втором месте с большим отрывом коммунисты. Меньше 20 у них. Всего 5-процентный барьер должны преодолеть 5 партий. Пятое это новые люди. Обалдеть. Оно уже становится какой-то нехорошей традицией. Помните, год назад, когда нас призывали прийти на участки для голосования по поправкам в Конституцию. Что тогда случилось? А я напомню. Памфилова, председатель ЦИК, за 2 месяца до того, как сообщила, что поправки приняты. И наше с вами голосование будет носить исключительно формальный характер. Они просто хотели посмотреть, сколько нас. Ага, сегодня ребята по похожей схеме пытаются сформировать новый состав Нижней Палаты Российского Парламента. Это основа на минуточку. Законодательные ветви власти в стране. Если кто-то не понимает, эта ветвь отныне формируется узким кругом людей. Нет, конечно, режим и раньше проводил выборы с нарушениями. Но в этот раз это какой-то караул. Поснимали почти всех кандидатов от оппозиции. Причем под какими-то дурацкими, надуманными предлогами. Как было, например, с Дмитрием Потапенко. Человеку отказали в регистрации за то, что он когда-то купил акции Сбера и Яндекса. Не гугла и тиктока, а Сбера и Яндекса. Двух российских компаний. Просто сделал это мужик через зарубежных брокеров. Я хоть убейте, не понимаю, в чем тут состав правонарушения. Вот это уровень подготовки документов. Вы меня простите. Вот на этом основании, даже вот я сейчас говорю не про себя. Это я сейчас читаю других кандидатов. Вот. На этом основании будут кого-то снимать. Это данные Центрального банка. На которых, как вы видите, ни печати, ничего. Просто табличка Excel. Что здесь можно нарисовать? Да все что угодно. И это предоставляется в Верховный суд на полном серьезе. Я, ну то есть, вы знаете, просто это даже не пренебрежение правом. Это просто наплевательство вообще как на таковое. Видимо, в следующие разы мы будем наблюдать истории, когда кандидаты бортанули с выборов за покупку, например, шкафа в Икеа. Или колбасы в Ашане за то, что пользуются американским смартфоном. Носит швейцарские часы и обращается к своим избирателям через телевизор иностранного производства. Но это же чушь собачья. Кура-мна смех. Товарька не для Памфиловой, которая по-хорошему уже на пожизненный срок для себя нарулила в этом Центр-Избиркоме. А это реальная журналистика и смех и грех темы сегодняшнего выпуска. Не менее удивительная история со снятием другого кандидата произошла в моей родной Свердловской области. Это в большей степени даже такая личная история. Рассказываю. Есть в Екатеринбурге район. Называется поселок Изоплит. Моя теща там живет со своими сыновьями и внуком. Население поселка по разным данным около пяти тысяч человек. Вот раньше там была школа. Ну, большое же число народу в поселке проживает. Полноценная девятилетка. Работала эта школа даже в девяностые, а в начале десятых. В самый разгар путинской стабильности школа кому-то шибко начала мешать. И ее закрыли. Сперва, как говорили, на ремонт, но потом оказалось, что с концами. Вчера нам сообщили, что закрывают школу. И с января месяца мы все идем в 36-ю школу в городе, которая... Нас это, конечно, не устраивает абсолютно. Та самая 36-я общеобразовательная, километров в пяти от Изоплита. Судьба единственной школы в самом поселке, похоже, неизвестна даже ее директору. О чем он и сообщил родителям. Те начали чертить новые маршруты. Конечно же, никаких школьных автобусов администрация не предоставила. Как хотите, так и добирайтесь. Ну и люди потихонечку начали из поселка уезжать. Вот мой родственник Шурин, по-русски это называется, вынужден сегодня снимать квартиру. Деньги человек платит, хотя у него есть собственное жилье. Но там нет школы, а ребенок в первый класс пошел, деваться некуда мужику. Как такое может быть? Еще раз, если бы эту школу надо было строить с нуля, коммуникациям подключать и так далее. Но нет, она уже стоит. Почему ее не использовать? Ну да я отвлекся. Короче, пару лет назад к решению проблемы подключился мой хороший товарищ, депутат Госдумы ОТСР Дима Ионин. Дима пообещал людям, что школу вернет и вы будете смеяться. Сдержал свое обещание с 1 января 2022 года. Эта школа снова начнет работать. К сентябрю не успели из-за бюрократических проволочек. На самом деле, вот я много езжу, много общаюсь. Ты даешь вопрос человеку, кто ваш депутат? Не помню. На выборы ходили? Ходили. И это большая беда. То есть вот эта апатия населения, которая на самом деле, ну кто-то вот целенаправленно же. Да ничего депутаты не решают. Да все они одинаковые. Никакого толку от них не будет. И получается, вот такое болото формируется. То есть какие-то люди представляют тебя, оказывается. Ну не тебя лично там, я думаю, вы, Александр, на выборы ходите, интересуетесь. Я там, еще кто-то там из наших телезрителей. А большинству наплевать. То есть спрашиваешь человека. Ко мне обращаются с других регионов. Пишут, да? Там, помогите. Я говорю, а у вас, ваш депутат-то где? Ой, он точно не поможет. Нафиг мы ему не нужны. И как вы думаете, Диму отблагодарили-то в итоге? Медаль дали? Грамоту? Просто хотя бы спасибо сказали? Нет. Диму заставили снять свою кандидатуру с выборов в данном округе. Потому что от единой России там идет спортсмен Чепиков. А у Иунина очень серьезная поддержка граждан. Чепикову таким образом тупо расчистили дорогу. Класс! Один весь срок у округи работал. Конкретно на земле с людьми не в Москве по кабакам шлялся, как многие его коллеги здесь. В регионе проблемами избирателей занимался. А теперь, значит, все лавры достанутся другому, какому-то Чепикову. Мужчина, к слову, с 2010 года депутатствует. Но я, например, не знаю, что полезного за это время он сделал. Однако запуганные бюджетники, которых уже погнали на голосование, свозят на участки целыми автобусами. Об он им в принципе не думают. Поэтому Чепикову в парламенте быть! И похожих примеров еще вагон и маленькая тележка. Ситуация с Грудининман, пример, очень показательная. Веда мужика заключается лишь в том, что набрался наглости в 18-м. Выдвинуть свою кандидатуру против царя батюшки не захотел быть спойлером. Сегодня репрессивная машина устроила на дядьку самую настоящую охоту и методы, которые используются в этой травле, больше напоминают бандитские. То, что творится вокруг совхоза имени Ленина, имеет четкую формулировку, прописанную в том числе в уголовном кодексе. Рейдерский захват! Вот как это называется! Но мы все усиленно делаем вид, будто не понимаем, что происходит на самом деле. Вы серьезно? Хотите очень понятный пример? Отъедьте от своего города, от любого, в котором вы живете на 10, 20, 30 километров и посмотрите, что стало с советскими совхозами и колхозами. Да, иных уж нет, а те далече, верно? Сплошные воспоминания. Умирающие деревни и села ничего не осталось. Грудинину же удалось свой совхоз сохранить хотя бы за это. Человек достоин уважения, потому что не поступил, как многие предприниматели. Не продал эту землю по дешевке под строительство очередного торгового центра, под таунхаусы, а мог бы. И грел бы сейчас кости где-то на островах, но дядька решил остаться работать в своей стране. На земле теперь он оказывается негодяй-предатель. Если бы его не тронули, он и школу содержал, и поликлиник не помогал, и вторую школу содержал, детскому саду помогал, если он помогал. Зачем? Вот мы. А теперь, видите, все, теперь дети у нас питаются за деньги в школе. Да вы что, это с какого момента произошло? Вот с Нового года. Да вы что? Да, ну конечно. Он сказал, у него уже лишних средств нет для того, чтобы содержать опять вот так, как он содержал всех. А хотите я расскажу, что будет с этим совхозом и с этими людьми, когда Грудинин все-таки проиграет баталию? Да к гадалке ходить не надо. Я вот месяц назад опубликовал документальный фильм о рейдерах. Посмотрите, кто еще не видел, конец во всех этих историях всегда один и тот же. Какие бы сказки народу в данный момент не рассказывали, мол, здесь будет город взад, жить начнете еще лучше. Да ничего этого не случится, даже не мечтайте. Распродадут активы в данной ситуации. Самый ценный актив это земля в Москве. Понастроят на этом месте человейников. Может еще один веган. А может еще один какой-нибудь гольф-клуб. А все, кто сегодня там живут, работают, возглавят колонну идущих далеко и надолго. Конечно, потом эти люди прозреют, начнут кусать локти, вот только отыграть взад не получится. Сколько таких историй было, но вы же лучше меня это знаете. Вы лично их наблюдали и в 90-е, и в нулевые в каждом втором городе. В каждом втором поселке отметились рейдеры «выжженная земля». Термин, который они сами себе придумали, это единственное, что от них остается. Так зачем я завел сегодня эту шарманку, спросите меня вы. А я снова к тому, что может уже хватит сидеть на диванах-то. Может настала пора показать режиму, что эра нашего безразличия и молчаливого согласия на все закончилась. Конечно, конкретно этим голосованием мы ничего не решим, но мы хотя бы начнем показывать властям, что собираемся поменять правила игры. Что отныне мы будем участвовать в политических процессах, раз у нас есть такое право, пока есть. Мы начнем демонстрировать, что мы просыпаемся и хватит уже этой чуши из разряда «Ой, да я не хочу участвовать в этом цирке», «Я не хочу легитимизировать эту власть». Друзья, на самом деле оно актуально лишь для тех, кто проживает за пределами России. Вот есть у нас в телеграм-чате поэт Борис Хельсинский, инфея из Финляндии. Для него оно действительно актуально и оправдано, поскольку после завтрашнего подсчета голосов человек продолжит жить в Финляндии по финским законам. В отношении него будут соблюдаться права, а он будет защищен от них. Вот ты, живущий в Самаре, как ты можешь в этом не участвовать? Или репрессивные законы, которые принимают ребята из ядра, тебя не коснутся? Да ладно, правда что ли? Но мы же оба знаем, принимаешь ты в этом участие, там, сегодня-завтра, я про голосование или не принимаешь? Все, что они для тебя начнут делать с понедельника, ты бросишься исполнять. Как миленький, как зайка, иначе вот такой штраф, а то и вовсе арест. Так кому ты сейчас врешь-то, когда лопочешь? Не, я в этом участвовать не буду, да ты уже в игре. Потому что живешь в этой стране и потому что у тебя есть российский паспорт. Все, подумайте об этом. Ну и умное голосование вам в помощь. Я имею ввиду тем, кто не знает, за кого все-таки поставить галочку. Полный список участников умного голосования вы найдете на нашем телеграм-канале. Ссылку оставлю в описании, в закрепленном комментарии на канал. Подписаться не забудьте, в том числе на наш канал в ютюбе. Лайки, репосты приветствуются, это помогает продвижению видео. В остальные соцсети тоже добро пожаловать и пожаловаться. Друзья, добавляйте с темы, предлагайте, поднимем, обсудим. А я за Сим спешу откланяться, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok